Привет дорогие друзья, меня зовут Дэнни Марс, мы с вами продолжаем играть в Castle Defense. Сегодня у нас с вами Село, это четвертый уровень и первая его стадия, первый под уровень их так называю, но на самом деле там немножко по-другому все. Не суть важно, давайте расставлять, уровни очень трудные, пошли очень сложные, сейчас придется очень-очень трудно, мне сразу вам скажу. Так, ну во-первых, наверное будем ставить всех по-разному, по одной, каждой, а потом будем уже комбинировать. Ну возможно как-то так, у меня по-прежнему по прокачке все те же самые варвары прокачаны, ничего более. Я пока что на них упор делаю. И кстати видно у нас здесь в начале нам дается два помощника, они стоят в самом завершении и очень даже кстати будут помогать нам, если вдруг кто просочится сквозь вот эти вот мощные заградительные у нас тут редуты. Кстати, хорошо мы тут понаставили, мне бы вот сюда сейчас на самом деле за 100 поставить еще один фортец. Я уже готовлюсь, что здесь очень будет все трудно и много будет птиц. Я не помню на каких они точно будут, на вторых или там на третьих может быть. Ну уровни я вам скажу, те еще, особенно последний, который будет у нас, третий. Он вообще самый адский. Я уже пробовал с телефона, спасибо мне прислали вы, подписчики. Телефончик я теперь могу набивать руку где-нибудь в поездках, в дорогах, то есть в свободное время. Ну я прошел эту стадию, четвертый левел, с большим-большим трудом, с кучей-кучей разных попыток. То есть я вам скажу, не факт, что сейчас я с первого раза здесь пройду, потому что я, если честно, уже не помню точную тактику, как здесь, что к чему, как тут надо это все делать. Так, ну ладно, пока их тут будем выносить. Я коплю на очередной форт, надо сразу же его вставить, пока не поздно. Чем больше фортов мы сейчас поставим, тем проще мне будет завершение, потому что здесь пойдет очень много, полетит очень много птичек, если я ничего не путаю. Либо это во втором будет, но не важно. Лучше сразу подготавливаться. Ну и вообще, я для себя определил такой, знаете, не очень хороший момент. То, что... Кстати, так, давайте сразу с кабанчиками разберемся. То, что здесь, по сути, есть постройка имба. Мне это очень не нравится в играх, когда одной постройкой можно проходить практически все. И то здесь есть много уровней. Ну никак, не много уровней, но вот эти вот, как минимум, четвертый левел, все его подстадии, можно пройти только одной постройкой, застраивая все фортами. То есть это неправильно, значит, баланс так не должно быть. И Kingdom Rush тому пример. Там одной постройкой невозможно пройти вообще ни одного уровня. Не, ну там есть моменты какие-то. Иногда можно, в принципе, схитрить, но не так, знаете, очевидно, как здесь. То есть ставь одну и не ошиблся. И такого быть не должно, и это, ну, очень неприятно даже. Поэтому я все равно, так или иначе, буду стараться комбинировать постройки, разные ставить, ну, чтобы как-то так для нас красивее, чтобы это все выглядело. Чтобы уж совсем, знаете, не застраивать одним, а то даже и смотреть особо-то не на что будет, значит. Так, у нас пошли скелетики опять. Ну, давайте, наверное, подготовимся к фортам все-таки здесь, наверное. Хотя нет, вот эта вот тоже позиция очень-очень такая нужная. Я ей вообще чуть не занимался, а надо бы. Так, пока что ничего не прокачиваем. Пока что расставляем сами позиции, заставляем все, что есть. Потом будем уже прокачкой заниматься. Я для себя тоже усвоил это, что так проще проходить, когда не в прокачке дело идет. Да, именно в застройке. Вот это очень, может быть, сейчас опасно. Вы посмотрите, сколько тяжеловесов у нас пошло. Это огры, все им с копом. Ух ты, у нас еще следующая постройка как раз. Летающие. Возможно, у меня сейчас будут большие неприятности. Кстати, 8 волн здесь. Не, ну если так посмотреть в целом, они уже почти что все покалечены. И, может быть, мы их добьем. Я бы сейчас мог запустить раньше времени волну, но рискованно это все равно. Потому что летающие отвлекаются у нас на наземных. И если птички их догонят, а они, скорее всего, догонят, но как они быстрые. Ну все, теперь точно можно. То некому было бы бить. Лет по воздуху. Так, все хорошо. С тяжеловесами разобрались. Я уже более-менее спокоен, маломальски. Так, ну что, давайте сюда тогда тоже поставим форт. Я буду здесь фортами застраивать завершение. Все у нас вначале очень хорошо бьет вот этот вот. Я не знаю, это что-то бомбарда. Пушка здоровенная. Она хорошо бьет по наземным, в принципе. И все остальное я делаю упор на воздушных птиц. Потому что самая важная, самая опасная угроза здесь именно они. Сколько раз я проходил эти уровни. И каждый раз именно на птичках я оступался. Все время проиграл именно на них. Так, ну что ж, они полетели. Причем, смотрите, сколько их много. Стервятники, о чем я и говорил. И сейчас они будут вот эти вот тяжеленькие отвлекать на себя. Слушайте, наземные будут отвлекать на себя форты. Это неприятный момент. Такого не должно быть. Так, пускай они сражаются, наверное. Птицы-то пролить и отвести. Так и дальше пойдет все дело. Надо срочно что-то ставить. Надо как-то их... Да уж, да уж, да уж. И мана не хватает уже. Все плохо. Надо было вначале, может быть, вместо... Чаши с зелем поставить. Тоже форт. Хотя, ладно, все, отбились. Я уже испугался. Дьявол-наблюдатель создает мистические потоки темной энергии. Так, темной магией эксперты-никарманти поднимают мертвецов. Да, с этими сразу же надо сражаться. В самом начале. Потому что мы еще по Киндом Браж помним таких... Негодников. Так, давайте, наверное, сюда еще одну пушку поставим. На всякий случай, если скелеты вдруг будут доходить. Хотя, с другой стороны, я сейчас, наверное, прям здесь пушку прокачаю. Чтобы быстрее выносить как раз этого гада. Сейчас он скелетов здесь полно ставит. Но я знаю, против него решение очень хорошее. Мы сразу же к нему бросаем двух варваров. И выносим его, пока не успел он наплодиться. Это работает всегда. Ну и все. Можно сразу тогда и птичек запускать. А если его в самом начале пропустить, то завершению все будет очень плохо. В конце он столько наплодит вокруг себя, что, ну, элементарно ты просто не справишься с ними, со всеми. Не успеешь их вынести. Как сейчас по такой же методике, значит. Он сейчас подходит только к нашей бомбарде. И сразу же к нему подбрасываем. Надо, чтобы он от скелетов, главное, отсоединился. Чтоб именно на него упор был. Блин, мы на шамана еще тоже переключились. Это не хорошо, так не должно было быть. Ну да ладно. Может быть, сейчас успеет восстановиться. Манна наша нет, не успеет. Он опять начал плодить. Еще его шаман подлечить успел. Вот негодник. Смотрите, какой маленький, мелкий паршивец. Так, ну что ж, на очередном форте-то ты, наверное, сляжешь, нет? Даже если он сейчас наплодит скелетов, ничего страшного, думаю, не было бы. Там максимум 4 или 5 он скелетиков делает, по-моему. Точно, не помню. Ну и здесь, если бы он так вот прошелся, я думаю, от них ничего живого места бы не осталось. Так, смотрите, сейчас. Один будет призывать скелетов поднимать, а второй тут же будет их ускорять, чтобы они быстрее бежали. Так, ну это последняя волна. В целом, наверное, хорошо идем, я думаю. Сейчас справимся. Так, можно еще сюда что-нибудь поставить. У меня последняя такая застройка, она вообще не использована ничем. Но максимум, на что мне хватает, это на стрелковую. Ну давайте поставим, пускай будет. Почему бы нет, пускай. Хотя можно было бы здесь что-нибудь докачать, может прокачаться. Только на чем? Не, хотя бы не смог бы. Надо же на чем-то деньги зарабатывать. А тут я на чем. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если же так, можете меня поддержать, поставив палец вверх. Можете также написать какой-нибудь комментарий и подпишитесь на канал, а также вступайте в группу ВКонтакте, если вы еще этого не сделали. А с вами был Дэнни Марс и до новых встреч.